Итак, ребята, давайте сделаем нашу среду блокчейн для разработки децентрализованных приложений немножко удобнее. Мы с вами до этого работали с Remix.id. Ее легко найти, вводим Remix.id и находим. То есть с этим мы научились работать. Прекрасная среда, хотя, как я говорил, что дальше мы с ней уже навряд ли будем сталкиваться, потому что будем работать с другими фреймворками, но пока мы изучаем солидность, она нам, в принципе, подходит. Здесь есть одна проблема. Если мы очистим куки в браузере, то, в принципе, наше все пропадает. Конечно, можно еще как вариант установить в документации, установить ее локально. Но нам с вами это также не подходит. Почему? Потому что нам нужно работать с разными языками. Значит, нам понадобится какая-то другая идея. Мы берем бесплатную VS Studio Code. Значит, сейчас, коротко я проделаю, мы установим, установим ноды и сделаем, чтобы этот же Remix у нас заработало. Давайте сначала по пунктам, что нам надо сделать. Итак, скачать и установить VS Code. Ребят, кто в школе это уже проделал, курс Жанга, мы с вами настраивали в разделе подготовка. Все это у вас уже есть. И с нодой мы работали. Я просто ноды покажу сейчас чуть-чуть проще. Мы чуть сложнее там ставили задачу с разными версиями ноды работать. Поэтому мы по-другому устанавливаем. Мы здесь проще установим. Второе. Установим ноды. Следующий момент. Установим библиотеки. То есть мы сможем работать двумя вариантами. Первое. Сможем работать через Remix ID. Либо... Есть такая вещь. Секунду. Ну, я второй F не буду набирать. Наберем D-App. И есть такой фреймворк. С ним мы сейчас работать не будем. Возможно, позже будем работать, так как он на JavaScript. JavaScript мы изучаем, но кому-то нравится, кому-то нет. С Python разбираться в блокчейн намного проще. Почему? Потому что все понятно, все читаемо. Хотя вот этот фреймворк самый мощный. Но на Python есть его клон. Поэтому в будущем, чуть попозже, мы будем работать именно с ним. Поэтому нам надо среда, которая работает совершенно на разных языках. Программирование. Так вот, я зачем показал вам этот трюфель, да? Там просто есть такая вещь, как GANASH, CLI. Она тоже может разворачивать то, что нам сейчас и требуют, как и Remix ID, наши контракты. Следующий шаг. Нам надо установить расширение для ВС. Подключиться. То есть проверить наши контракты, что они работают. Что значит работают. Это у нас будет происходить и компиляция, и развертывание контракта. А дальше мы создадим ENV и установим MKDocs. То есть будем ввести сразу документацию, что очень важно. На сайте Django мы это делали. Дальше запишем, сейчас я это поясню, это самый важный пункт для изучения солидности. Запишем то, что планировали, и восьмой пункт создадим, закинем все это в ГИД. ГИД я здесь не буду рассказывать, потому что в Django курсе есть 19 уроков, чтобы стартануть с ГИД, разобраться. Мы там Django проект его делаем. Нет смысла переписывать, курс второй раз. Ну, если не хочется, можно этот пункт пропустить. Просто, допустим, когда есть ГИД, тогда вы закинули и забыли. Если даже переустанавливать систему, всегда можно скачать, потом за одну секунду восстановить. Что важно, еще произнесу, и что мы сейчас здесь не будем делать, и в курсе солидности не будем делать. В Django курсе, я просто расскажу, это уже решайте сами. Мы пишем с вами сайт, пишем сложный проект. Можно посмотреть. Сайт spb-tut.ru Так вот, здесь мы делаем упор на работу с документацией, на понимание документации, на систему работы с кодом, то есть как отрабатывать код. Вот, если мы, допустим, занимаемся месяц, два, три, а кода больше понятного не стало, значит, надо менять систему. То есть, те, кто, я, в принципе, делаю эту школу как продолжение Django. Те, кто позанимается, допустим, в курсе Django, будет уверена работа с документацией. И тогда, конечно, легче будет работать с документацией любого языка. Теперь, основное, зачем мы включили вот этот вот пункт, запишем mk-docs. Вообще, можно взять абсолютно любую вещь, куда вам удобно записывать, но все-таки Mark Daven, он применяется везде. И когда мы делаем полноценную документацию, мы себя как бы дисциплинируем. Зачем это важно? Это важно для того, чтобы правильно изучать солидность. Солидность, допустим, если изучаете как Python, например, или как JavaScript, там это типы данных, это то, то, в принципе, ничего не получится. Я с этим столкнулся года четыре назад, когда, зная несколько языков, начал с ним работать и что-то вижу, что-то упускаю. Потом просто-напросто в этом видео я рассказал, как правильно изучать солидность действительно эффективно и быстро. То, что мы сейчас и делаем. Видео я даю, посмотрите под описание в этом видео. Еще, прочитайте статью, что мы научимся по истечению курса. Часто спрашивают, чтобы не спрашивали. Вот я ответил на вопрос, дал ссылки. То есть, да, действительно, изучим солидность, изучим Web3, потом соединим, я думаю, наверное, в начале с Django, напишем полноценное децентрализованное DApp, Solidity плюс Django. И теперь, прежде чем приступить, заострим внимание вот на этом пункте. Запишем МКДОК, то, что ранее планировали. Смотрите, еще один момент, чтобы пока не упустил. Мы работаем в группе, есть ребята, которые делают домашние задания, они делают правильно. Поэтому можно сориентироваться, понимая или не понимая человека, и направить. Поэтому делайте, делайте, делайте. И делайте в своем темпе, но делайте в полном объеме. А теперь главное, зачем все это будем делать. Я сейчас только повторю те фрагменты с видео, которые я рассказывал, чтобы объяснить для этого урока, зачем нам создавать полноценную документацию. Видео в описании. Итак, смотрите, ребят, в интернете, если набрать солидность, там, туториал, то мы увидим кучу вот таких ресурсов. Спасибо этим ребятам, это очень неплохо. Но это очень неплохо для человека, который, в принципе, уже хорошо знает солидность, да, и где-то что-то подсмотреть. Но тогда и учебник не нужен, поэтому будем учиться пользоваться документацией, а здесь где-то будете дочитывать. Но на самом деле, если вы будете проходить таким образом, то это, если вы когда-нибудь, меня поймет тот, кто пытался разобраться, допустим, с автомобилем, раньше было УПК, или как называлось, когда сначала по картинкам, да, и ничего не понятно. Или, там, пробовать шить, там, по описанию. Проще взять и начать шить. Почему? Будет полный разброд в голове. Как это исправить? Так вот, первый шаг, который мы делаем в школе и начали делать, и ребят, все начало становиться на места сразу с первых шагов, это, мы берем шаблон контракта, и первая наша задача понять шаблон контракта. Их не так много шаблонов, но все они принципиально одинаковые. То есть, когда мы четко понимаем шаблон контракта, я рассматривал, где это видео, в том же плейлисте есть и про шаблоны, да, когда мы четко понимаем шаблон контракта, мы можем с шаблона сразу перейти к документации. То есть, на примере, если мы знаем, что стракт это метод для того, чтобы собрать переменные в одно место, зачем их собирать? А потому что далее мы можем конкретно им присвоить область видимости, да. Но мы разбирали в уроках подробнее. Сейчас я только так рассказываю. Тогда мы можем перейти к типам, да, то есть, и уже посмотреть в типах, что же это за стракт. И переходим в стракт. И таким образом, согласно шаблону, мы четко понимаем, вот, ну, если на пальцах просто объяснить, как я объяснял, мы едем за грибами. Смотрите, ведь вы контракты делаете каждый день такие. Мы едем за грибами. Едет семья из четырех человек. Папа, мама, там, двое детей. Решили, кто быстрее наберет, кто больше наберет белых грибов. Отлично. Значит, у нас что? Одна, если бы мы составляли контракт, то мы бы взяли стракт и взяли свои переменные. Первое. Например, записали там, собираем грибы, собираем ведра, собираем белые грибы, ну и так далее. То, что мы придумали, как мы решили, именно, чтобы понять, что мы собираем грибы. Куда едем? Как добираемся? Что хотим? И вторую структуру мы делаем, как определить победителя. Тут немножко другое написано. Я просто объясняю, чтобы вы поняли. Победителя, кто больше набрал белых грибов, то есть имя и количество грибов. И таким образом, ведь вы это делаете, не с грибами, пусть с чем-то. Вы эти контракты заключаете просто в разговорах каждый день. Единственная разница в том, что когда мы подходим к блокчейнам, мы начинаем смотреть на это, как какое-то чужеродное. Да нет, написано то же самое. Поэтому, если мы будем соображать структуру контракта, то первое, что определить переменные, определить условия. Самым простым языком. Придумали условия, как вы будете, что вы будете делать, и каким образом будет считаться, кто победитель, или какое-то другое соглашение. То есть, две структуры создаем. Как правило, это контракт. Да. Как видим в блокчейне, так как блокчейн это сеть, да, у ней есть ссылки, как и в обычном интернете. Ведь обычный интернет, это тоже сеть. Только здесь, здесь, за ссылки просто конкретно оплачиваются деньги. Это очень важно. Неправильно сказал. За то, что будет переводить деньги, будет еще, если просто сказать, это называется газ. Сейчас соображу, как сказать. Давайте я чуть позже про это скажу. Чуть позже. Почему? Здесь будет присутствовать адрес. То есть, в шаблоне всегда есть адрес. Потому что, еще раз повторю, блокчейн это сеть. Сеть из аккаунтов. Чтобы перейти от одного аккаунта к другому, это по сути дела, от одного счета к другому, нужна ссылка. Поэтому шаблон, допустим, будет включать ссылку и так далее. Все в уроках. То есть, поняли. Сначала соображаем шаблон. После того, как мы сообразили шаблон, мы легко можем понять уже сами типы данных. И третий важный момент. Сейчас о газе поговорим, как раз, что я сказал, позже скажу. Нам надо тестирование. Почему? Потому что, большинство, не большинство, особенно если брать новичка, вот я года 4 назад, когда пробовал, говорю, с блокчейн, ну написал. А потом понимаю, а что я написал? А как написал? Оказывается, что оказывается? Почему надо блокчейн сразу изучать тестирование? То есть, что значит тестирование для нас? понимать, что тестировать, как тестировать, зачем тестировать? Ну, если на пальцах, то это банально просто. Смотрите, вот один аккаунт, вот второй аккаунт. Человек, вот этот, совершает транзакцию, переводит, да, при переводе, при переводе, чтобы перевелись, вообще сработал, вот этот переход, на услугу. В блокчейн такое понятие придумано, как газ. Иными словами, за то, чтобы это свершилось, должен тот, кто переводит, вложить маленькую часть денег. Это то, что и зарабатывают майнеры. Так вот, если мы упускаем тестирование, то может получиться так, что вот этот товар, да, стоит там, например, 5 рублей. А мы писали, так вот писали, что так понаписывали, что сам перевод будет стоить 15 рублей. То есть, перевод может оказаться дороже, чем сама услуга. И это ложится полностью на программиста. Вот именно поэтому, именно поэтому мы себе и написали, создадим ENV и установим MK-DOX, где будем собирать доводы, а что же нам тестировать. Чтобы получилось так, что по ходу изучения языка и к концу изучения, мы понимали шаблон контракта, понимали язык, сам язык, и понимали, к какой части шаблона он относится. и понимали, сделали для себя четкие выводы, а что же мы будем тестировать. То есть, и таким образом у нас будет понимание требований к тестовой среде. А что мы будем записывать сейчас? А записывать мы будем следующее. Я приведу только один короткий пример. Когда мы вот уже начали изучать функции, мы столкнулись, то есть, это я говорю, что мы делали уже с ребятами, а тот, кто первый раз смотрит, просто воспринимает это как данность. То есть, мы видим в определении функции определенное слово. Допустим, сейчас memory. Но здесь может быть и другие вещи. Иными словами, мы говорим, а где же хранить данные? Где хранить данные? Memory, есть память, есть хранилище, есть стек. И на самом деле, от правильного выбора места хранения зависит и как раз таки сам газ. То есть, сколько денег будет стоить сам перевод, сама это, переход посылки, да, то есть, то, что отдастся майнеру. Ну, рассмотрим пример. Дальше рассмотрим. Хорошо, вы решили хранить не в памяти, а, ну, например, в хранилище. И далее мы будем уже изучать массивы, да, то есть, в школе, ранее видео я говорил, такие моменты, а в школе мы изучаем, то есть, как обрабатывать данные. Данные это тоже относится к шаблону. Сделали вы массивы, это как апельсины, разложенные в лоточки, да, по одному, в ячеечках. И там у нас миллион. И чтоб найти там одного человека, надо перебрать миллион. Ну, понятно, и оно в памяти. И это все медленно. И будет миллион перебираться, понятно, что деньги будут очень большие тогда за перевод. То есть, сейчас не надо что-то пытаться понять. Это видео просто, оно направляющее. Иными словами, иными словами, мы себе как раз-таки и будем помечать в нашем документации, что обратить внимание на хранение. И дальше пишем, с чем это связано. Дальше будет, вы увидите, цепляться, а какие типы данных использовать. Либо использовать, значит, сопоставление, что-то типа словарей в Python. Либо использовать массив. Как использовать. И много-много вещей. Эти все вещи надо очень кропотливо помечать. И таким образом, изучая язык, и когда мы будем уже писать контракт, мы подойдем к тому моменту, когда мы будем понимать шаблон, будем понимать язык, но кроме этого, кроме этого, мы подойдем с четким пониманием, а что же нам в этом контракте тестировать. Тогда он будет грамотный, и вы сможете стать 100% профессионалом. Почему? Потому что вы будете отдавать отчет и видеть. То есть, а для нас это говорит о том, что вот сейчас мы будем делать в ВС-студии, но дальше мы будем делать немножко другое. Еще покруче и посложнее, чтобы работать с разными языками, но не будем забегать вперед. Пока понятно. Итак, первая задача, которую мы сейчас сделаем, это установим ВС-коды. Но чтобы не путаться, так как это было больше теория, давайте уже перейдите в следующее видео, там мы установим ВС-коды, установим ноды и так далее, чтобы заняться уже конкретно техническими вещами. Продолжение следует... Продолжение следует...